Хочу вам рассказать про дрова. Почему про дрова я вам сейчас объясню. Вся экономика всех государств крутится вокруг топлива, нефти. А моя экономика крутится вокруг моего топлива, а моё топливо – это дрова. Значит, я вам хочу рассказать историю. А когда у меня не было в 2020 году дров, то водитель, который привозит мне дрова, то у него тракторство массы, то ещё что-то, 5-е, 10-е, вот, то не может заехать туда. И он мне привёз дрова 2020 года уже в мае 2021 года. В мае 2021 года он привозит мне дрова за 2020 год. Я ему говорю, а где ещё дрова? Он говорит, ну, пока вам некуда складывать. И опять-таки тянул резину, то трактор, то заехать невозможно, то ещё что, 5-е, 10-е. И вот он мне привёз дрова вот так. В конце декабря я снимала ролик. Вот в конце декабря он мне привёз остатки дров. Оказывается, это было 2020 года. Я ещё дрова всей не расходовала, я экономлю, потому что невозможно. Я топлю один раз в день, а целый день я хожу, как говорится, в трёх-четырёх кофтах, чтобы сэкономить как-то на дровах. И вдруг мне звонит тот, который привозит мне дрова, говорит, а вам, говорит, что дрова не нужны, вы подготовьте, пожалуйста, справочку о том, что вы топите дрова. Только, говорит, вы возьмите справочку прошлого года. Ага, думаю. Значит, за прошлый год, 2021 год, я ещё совершенно не получала дрова. Значит, если он опять будет тянуть, мне некуда складывать будет, потому что во дворе места мало, я вынуждена буду теперь требовать с него, чтобы он все дрова, которые мне полагаются за 2021 год, каким-то образом вывалить. Каким образом, я не знаю, даже я попрошу его пока бесплатно выгрузить мне во дворе. А потом, когда получу пенсию, я с ним расплачусь. Я же ему доверяю. Вот и пусть он мне доверяет. Вот так иногда обманывают людей, а потом он сам себя выдал. Если бы он не сказал, что это справочку за прошлый год, я бы вообще бы и не догадалась о том, что меня, по-русски сказать, дурят. Дурят нашего брата-пенсионера. Вот так. Топливо тоже любит, чтобы его за ним следили. Вот теперь я буду следить за тем топливом, которое он мне привезёт. И я хочу ему сказать, чтобы он привёз эти дрова, наверное, ближе к весне, когда во дворе не будет снега, потому что я не смогу расчистить двор от снега. На улице полно снега. Дверь я не могу даже открыть. Там завалила метр глубина снега. Как он мне привезёт? Где он вывалит? На улице? За воротами? Нет. Я хочу, чтобы он мне тогда привёз весной, когда уже не будет снега, я смогу открыть ворота, и он все дрова выгрузит у меня во дворе. А я потихоньку буду складывать их. Вот так. Вот так, господа. Подписывайтесь на мой канал. Это жизнь. В государстве, все государства крутятся вокруг своего топлива нефти, а у меня своё топливо. Топливо у меня дрова.